Ирина Валерьевна работает учителем младших классов с 1995 года. До недавнего времени жила и преподавала в Ивановской области, а год назад устроилась на работу в 17-ю школу в Трехгорке и переехала в Подмосковье. Когда мне поступило предложение о том, чтобы переехать в Московскую область таким же учителем начальных классов, я не раздумывала долго, потому что школа действительно новая. В школе очень много возможностей, в школе очень много различной техники, с которой можно работать. Конечно, в Ивановской области такого нет. Муж Владимир пока остался на прежнем месте жительства. Дети Екатерина и Дмитрий переехали вместе с мамой и учатся в 17-й школе. Одна ученица 11-го класса, другой ученик 3-го класса. Для меня, конечно, это очень важно, чтобы дети жили не в съемном жилье, а в своем. Однако своего жилья в Одинцове у Ирины Валерьевны пока нет. Поэтому участие в программе «Социальная ипотека» стало для нее жизненно необходимым. Нужный пакет документов собирала при поддержке школьной администрации. Через какое-то время меня пригласили в Министерство образования. Сразу предупредили, что там не просто будет конкурс, по которому будут просматриваться документы, а нужно будет о себе что-то рассказать в течение 3-5 минут. Дня через два, то есть это испытание я прошла, дня через два я увидела себя в списках. Радости, конечно, было море. Обрадовало и то, что у Ирины Валерьевны был единственный шанс получить сертификат на жилищную субсидию по этой программе. Ведь, согласно условиям, возраст участников до 45 лет, а на момент подачи документов ей было 44. 2 июля 15 финалистам вручили заветные сертификаты, в том числе и Ирине Стародубцевой. Она является ведущим и очень опытным учителем. На третьем корпусе лидирующие позиции занимает и является наставником для многих наших молодых педагогов, учителей начальной школы. И совершенно, я считаю, заслуженно Ирина Валерьевна получила этот сертификат, потому что она показывает отличные результаты в своей профессиональной деятельности. Сейчас Ирина Валерьевна подыскивает подходящую квартиру. Оформить все желательно до начала учебного года. Ведь работы в школе немало. Хотя Ирина Валерьевна успевает все. В моем классе 30 человек. Мы с ними успевали все. И праздники, и для родителей поздравления различные делали, и танцевали, и пели, и учились. Все. Мы успевали все. Учителя 17-й школы ежегодно участвуют в программе «Социальная ипотека» и три года подряд становятся победителями. Ранее подобные сертификаты уже получили две супружеские пары педагогов. По мнению директора школы Светланы Просниковой, эта программа – отличная мотивация для эффективной и результативной работы учителей. Кстати, сейчас в школе есть три вакансии. И, возможно, опыт успешного участия в программе «Социальная ипотека» преподавателей 17-й школы станет для педагогов одним из важных аспектов в выборе нового места работы. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».